Здравствуйте, Любовь Брулетова. Здравствуйте, Роман. Очень рада познакомиться с вами и рада еще тому, что у нас есть такие вот инициативные люди в дзюдо, которые все-таки интересуются и развивают дзюдо, ну и помогают другим, помогают спортсменам, ребятам проявлять себя, быть активными, быть общительными. И, в общем-то, это очень приятно познакомиться и встретить таких людей, как вы. Спасибо, Любовь. И мне тоже очень приятно, что вы откликнулись на мое предложение сделать такое интервью, потому что я много лет интересуюсь здоровьезберегающими технологиями, хотя я, конечно, не достигал больших спортивных высот, соревновательных дзюдо, но я понимаю, что если здоровья нету, то, в принципе, и нету никаких больших высот. Поэтому главное, наверное, надо беречь здоровье, понимать, как его сохранять, улучшать и для того, чтобы достигать каких-то результатов, независимо от того, спорта ты или просто хорошая жизнь, долгая и счастливая. И поэтому мое, так сказать, открытие, ну, я так следил за вашей деятельностью, вот, и для меня было, конечно, очень интересно узнать, как человек, пройдя большой спортивно-соревновательный путь дзюдо в большом спорте, вот так вот трансформируется, не останавливаясь на месте, исследует другие области. Конечно же, все во многом связаны все равно и со здоровьем, со спортом, да, так или иначе. Но для тех, кто будет смотреть нашу запись, хочу сказать, что мы с вами договорились, да, делать такой цикл, наверное, да, передач, так назовем, цикл бесед, в которых будем говорить о здоровье, о спорте, о питании, о психологии, ну, и как-то все это вот в комплексе. И сегодняшняя наша беседа, мы договорились, что она будет первая и такая, как бы, ознакомительная. Поэтому я сейчас передаю вам слово, чтобы, как бы, познакомиться с вами. Вы расскажете о себе, о своей деятельности в прошлом, в настоящем и, возможно, какие-то уже есть мысли о будущем. Да, спасибо, Роман. Конечно, мысли о будущем, они есть всегда. В прошлом, я думаю, многие дзюдоисты меня знают. Я серебряный призер Олимпийских игр по дзюдо, заслуженный мастер спорта. После окончания спортивной своей карьеры несколько лет работала тренером здесь у себя в городе. И все мои спортсменки тоже были мастера спорта и выше, да, уровнем тоже были все членами сборной страны по дзюдо и по самбо. И затем я работала около 10 лет со сборной России по дзюдо, со взрослой командой. То есть и такой еще у меня и тренерский опыт богатый. Но, знаете, в общем-то, меня всегда не покидала мысль, когда я заканчивала уже свою спортивную карьеру, у меня был 31, и у меня прям была мысль, что я хочу продолжать чувствовать себя так же хорошо, что я не хочу устареть, я не хочу потерять форму своего тела, который сейчас есть. Потому что я, в общем-то, видела, как многие спортсмены, достигшие больших результатов в спорте, когда заканчивают, как-то, ну, поправлялись, быстро старели, как-то теряли мотивацию. Я вообще вот этого не хотела, и меня это, ну, так скажем, напрягало. Ну, и я начала искать вот информацию, что же делать, да. Вначале я думала, конечно, что только тренировки, только интенсивные тренировки, такие, как у спортсменов, такие довольно мощные два раза в день по два часа, плюс такая хорошая часовая зарядка, да, вот такие интенсивные нагрузки помогут сохранить вот как бы энергию, помогут сохранить мне тело, помогут сохранить молодость, здоровье. И, в общем-то, я после того, как закончила, я еще, наверное, четыре где-то года, может, чуть больше продолжала так хорошо тренироваться, да. Одна тренировка в день вот на татаме, хорошая, по два часа с борьбой, с отработкой, она у меня все-таки была. То есть это где-то вот до тридцати пяти, вот так примерно, да, вместе с девочками, со своей группой. И я, как правило, вместе тренировалась, то есть я и тренировала, и тренировалась вместе с ними, да. Опять же, вы знаете, что во всех городах, наверное, есть дни борьбы. Я и ходила, и девочки у меня мои боролись, и я там тоже где-то боролась. То есть всегда-всегда вот так вот нагружалась. С возрастом, чем старше становилась, тем я больше стала замечать, что я устаю, мне уже не хватает. Ну, как бы тренировка, по идее, она же должна, ну, как бы ты устал, но быстро должен восстановиться, да. Это должен быть подъем настроения, энергии. Но я понимала, что все, теперь такого не происходит. Ну, начала снижать интенсивность, количество тренировок, время тренировок, да. И так и начала задумываться, что же делать. Стала больше обращать внимание на оздоровительные практики. Ну, это практики у нас цигун, йога, что-то вот такое, да. Пробовала тоже вот везде всем заниматься, по чуть-чуть, понемножку. Это мне тоже дало, на самом деле, огромное понимание того, как двигается наше тело. Опять же, я стала понимать, почему какие-то спортсмены травмируются, почему у кого-то постоянно болит спина, а у кого-то нормально, да. Вот у нас дедаистов у многих проблема, постоянно болит спина, поясница постоянно болит. Почему у кого-то постоянно болят колени. То есть мне теперь стало понятно, что это вот от тех неправильных движений, которые спортсмены выполняют, да. Также мне вот это дало понимание того, почему мне пришлось прооперировать плечо, что я видела у себя уже на старых записях. Когда я уже была взрослая, уже была тренером, увидела свои старые записи, я поняла, почему у меня заболело плечо, почему у меня случилась вот такая травма, почему мне пришлось оперироваться. Потому что была неправильная техника, которая с каждым повторением, да, усиливала, так скажем, напряжение в суставе. Вот, и, конечно, когда мы еще в борьбе, еще там сзади у нас люди сопротивляются, мы их тащим и делаем это неправильно. Конечно же, наши связки, наши суставы, они не вечные. Они рано или поздно травмируются. И тут вот тоже, да, вот такие мысли у меня, что надо, конечно, смотреть, за счет чего спортсмен выполняет тот или иной бросок. И даже если этот бросок заканчивается результативно, это не значит, что он выполнен правильно. То есть, да, мы можем так делать, но при этом будем травмироваться, вот так, как, например, происходило у меня. Сейчас я тоже на это много обращаю внимания. А потом я вот начала вот эти вот все практики изучать, все делала. То есть это тоже такое, такое у меня довольно было длительное время, где-то 4-5 лет. Все вместе с дзюдо, да, оно одно другому не мешает. А потом я уже, это мне уже около 40, там уже там пятый десяток, когда пошел, я думала, ну, наверное, что-то надо еще. Никакие синтетически созданные добавки я не хотела пить. Я, конечно, понимала, что надо выстраивать, ну, надо выстраивать питание, что чтобы не поправляться, надо убирать сладости, надо сокращать еду. Опять же, я думала, что надо убирать жиры. И себя так вот немножечко носили воли, сдерживала, придерживала. И, в общем-то, ну, нормальные были результаты. То есть я не поправлялась. У меня такой же вес, как... Даже у меня сейчас вес меньше, чем когда я боролась. То есть я так и вешу примерно 48. Но раньше 48 гонять приходилось. Сейчас я так и вешу, да. Вот. Ну, понятно, почему. Потому что мышечная масса все-таки, она уменьшается. И... Ну, при этом хорошо, вес не поднимался. Даже у меня было такое время, когда я была 46 с половиной. Вот. Тоже без голоданий. Но, опять же, мне вот этот вопрос питания, он прямо начал меня интересовать. Я начала... Знаете, я понимала, что на силе воли-то не продерживаешься. Опять же, я замечала, что кто-то из спортсменов... Ну, так как спортсменов очень много, да, перед глазами все время. Я понимаю, что кто-то... Даже, неважно... Но даже это девочек касается. Конечно, я больше на девушек, да, обращала внимание. Девушки, вот женщины уже. Что? Почему кто-то ест нормально, ни в чем себе вообще не отказывает и не поправляется, да? А кто-то постоянно борется с весом, постоянно голодный, у него все равно лишний вес. Опять же, под весом мы подразумеваем лишний жир, не мышечную массу, да? То есть тут тоже так вот... Не все тренеры это понимают. Тоже в этом вопросе надо будет нам с вами разобраться. И у меня прямо вот вопрос возник. Это не просто от еды. Кто-то ест хоть сколько, и даже наоборот, человек там, допустим, не может набрать вес. Ну, у него там ровно... Например, в 57 борется, у нее там ровно 57. Ну, 57 с половиной может быть, когда она сильно покушает. Но если у нас накануне соревнований мы переживаем все, у нас всегда есть перелеты, и тут режим питания у нас всегда напрушается, и человек, например, пропускает один обед, и у него сразу 55. 55, да? То есть сразу резко вес падает. А кто-то там по три дня там не ест, для того, чтобы у него хотя бы килограмм ушел, да? То есть... И я стала понимать, что это не просто так. И вот начала вот это вот... А так как я училась в институте физкультуры, все равно я понимала, что у нас есть гормоны, у нас есть какие-то ферментативные реакции, у нас есть какая-то биохимия. То есть у всех организм работает по-разному. Поэтому так происходит. Но в деталях, конечно, я этого не понимала. Институт был давно, да? Пусть там у нас была анатомия, биохимия, физиология, все это было, но когда я училась, меня этот вопрос так не особо волновал, да? Пока ты учишься, тебя волнует как быстрее бы сдать, чтобы тебе поставили экзамен или изучет, и пойти дальше. Вот. Поэтому, то есть какие-то знания были, но крупные штрихи остались, а мелочи, детали вот эти просто не помнишь. Я начала все это в интернете искать, читать, какие-то книжки пытаться читать. И, конечно, ну что нам интернет по запросу, он мне начал выдавать какие-то ссылки, рекламы. И я таким образом наткнулась на институт нутрициологии. И такая думаю, ну я еще, я в сборной в то время работала, я такая думаю, а ладно, там бесплатные вебинары, трехдневный бесплатный вебинар. Думаю, да, посмотрю, что я тут не знаю. Ну посмотрю, включаю этот вебинар, он у меня тут идет. Они говорят, я одновременно тренируюсь, потому что не особо много времени было, да. Я все-таки все равно, пока я работала в сборной, я каждый день тренировалась. Пусть не джидо, но всегда бегала, всегда УФП было. То есть всегда полтора часа в день точно была всегда тренировка. Даже если мне это уже забирало у меня силы, я все равно тренировалась упорно. Вот. Думая о том, что только это все сохранит, вот, опять же, моя идея фикс, да, сохранит энергию молодости, здоровья, вот. И я одновременно слушала вебинар. И я понимаю, что они доносят такую информацию, что я не могу ее сидеть, не сидеть, а тренироваться и слушать, что это не та информация, которую вот так вот надо мимо ушей пропускать, да. Я понимаю, насколько они глубоко дают вот эту информацию, насколько они начинают говорить именно о взаимосвязи, также вот и в психологического состояния, нашего эмоционального состояния, с желанием покушать. А в какое время надо тренироваться, а в какое не надо, при каком, ну, при каких тренировках, какие гормоны у нас поднимаются, опускаются и так далее, да. Я понимаю, что это очень ценная информация. Я вообще этого ничего не знаю. И это настолько и одновременно сложно и интересно, что в этом институте всегда повторы, да, то с днем и вечером. Вот. И что я вечером, естественно, заново включила этот вебинар, взяла тетрадку и все вот так вот под запись. Так вот я начала наблюдать за вот институтом нутрициологии, международный институт интегративной нутрициологии. Полгода, наверное, они каждую неделю проводят бесплатные вебинары на разные темы. И я понимаю, что это огромный пласт полезной информации, что это мне надо знать. И вот таким образом я поступила в институт, начала там учиться, да. И, в общем-то, получив эти знания, я сейчас делала так, что я не хочу сладкого, я не держусь на силе воли, да. Я поняла, что жиры нам нужны, в какой момент они нужны, какие жиры, в каком количестве, что нам делать. То есть я прекрасно сейчас регулирую свое желание, так сказать, свой аппетит, да. И я все время сытая, я все время довольная, вес не поднимается, несмотря уже на возраст, потому что к такому возрасту, как у меня, на самом деле очень многие женщины начинают просто поправляться, даже если свой обычный рацион оставляют. Вот. И, то есть я поняла, что очень много можно регулировать питание. И в этом институте, ну, конечно, я сейчас стала как нутрицолог, как интегративный нутрицолог работать с людьми. На втором этапе нашего обучения, вот этого обучения, оказалось, что мы не просто здоровым людям регулируя питание, можем контролировать вес, да. Оказалось, что с помощью питания мы можем избежать огромного количества неприятных состояний, таких как вялость, усталость, вот длительное восстановление, какие-то головные боли. Ну, то есть вот потом и дальше уже третья ступень, это уже была работа с больными, с диагнозами, да, у людей, у которых есть диагноз. То есть мы можем любое наше состояние, и гипотериоз, и диабет второго типа, всю вот эту инсулино-резистентность, анемию, мы все это прекрасно можем помочь питанием, чтобы, ну, допустим, если человек уже пьет какие-то таблетки, чтобы эти таблетки реально работали и приносили только пользу, не приносили вреда. И у многих людей потом, как правило, у нас врачи что делают? Повышают дозировку, да, они там, эти какие-то таблетки перестают действовать, повышается дозировка, они опять действуют. Но когда мы выстраиваем вместе с врачами, вместе вот принимая то, что врачи сделали, принимая рекомендации врачей, мы еще добавляем сон, питание, двигательную активность адекватную, вот в данный период жизни, да, то у нас получается так, что человек не поднимает эти дозировки таблеток, а некоторые даже наоборот снижают их, да, то есть огромная польза. Вот, и, то есть я вот, где-то я вот так вот три года проработала, но тоже понимаю, что не все люди могут, что у нас есть сейчас очень огромное количество биологически активных добавок, натуральных, несинтетически созданных, которые нам могут помочь. Синтетические тоже хорошо работают, но нам здесь нужны тоже еще, знаете, такие определенные моменты, чтобы нам не перегрузить печень, чтобы ей помочь, чтобы все было хорошо, да, если мы говорим о спортсменах, потому что спортсмены все равно не могут покупать эти добавки, где попало, да, потому что вот, ну, как бы все у нас сейчас проходят антидопинг вот этот, да, и понимают, что они не могут покупать в аптеке, что попало, им надо свериться со списком, им надо посмотреть состав, а все ли в этом составе у нас подходит для нас, нет ли там таких средств, которые входят в лист, вот в этот антидопинг, да, вот. И, соответственно, проконсультироваться с врачом, чтобы на всякий случай не попасться. Но хочу вот спортсменам всем сказать, у компании «Сибирское здоровье» есть вот эти антидопинговые сертификаты, так как они, это российская компания добавок, они были спонсором на универсиаде, который, на зимней универсиаде, которая была в Красноярске, и поэтому прошли вот эту вот всю сертификацию, да, поэтому вот если говорить о чём-то, о каких-то вот добавках, то вот более безопасно покупать там, а все остальные надо просто более тщательно проверять и советоваться с врачом, да. Вот. И сейчас я учусь на курсе парафармацевтики, и вот у меня одна мысль, но почему нам этого не говорил никто? В команде были врачи. Понятно, что тренер не может этого знать, тренер выполняет свою функцию, хотя он немножечко тоже должен был это понимать. Ну, были врачи, ну, почему врачи никогда не говорили, никогда не могли расписать точную схему приёма добавок хотя бы для лидеров, да, для лидеров персонально, для, как бы, такой основной группы сборной, какую-то общую схему, чтобы спортсмены это пропивали. Ну, вы нашли ответ на вопрос, почему такого не было? Я вообще не знаю. Нам вот этого и не было, и нет сейчас, да. То есть и сейчас в сборной такого нет, да. То есть реально под лидеров выстроить. Понятно, что у нас нет с вами... У нас как бы соревнования идут круглый год, но у лидеров всё равно есть период подготовительный, когда они больше отдыхают. Соревнования самые важные, которые они готовят. То есть есть восстановительный период, подготовительный, предсоревновательный, соревновательный. Всё равно примерно можно разделить и расписать вот эти схемы. Индивидуально под каждого человека. Если мы говорим о женской сборной команде России, там не так много лидеров, да. То есть там буквально 3-4 человека, распишите под ним, им будет проще, им будет проще восстанавливаться, им будет проще переносить нагрузки. Они будут в такой более хорошей форме выступать на соревнованиях, да. Но я не знаю, почему это не делается, но вот я сейчас слушаю курс по парафармацевтике, обучаюсь на этом курсе, я понимаю, насколько важны витамины группы В, насколько важна генетика, да. Потому что у нас тоже многие, допустим, вот тот же Ку-10, он у нас такой переносчик, да, чтобы наши электроны в цикле Крепса, который нам даёт энергию, да, чтобы они хорошо-хорошо работали, и если это происходит хорошо, у нас энергии много. Мы быстро восстанавливаемся, если у нас есть витамин группы, если у нас вообще нет дефицитных состояний, есть витамины группы В, достаточно витамина В, витамина С, мы обо всём говорим. И это у спортсменов должно быть, ну, просто всегда на высоких, ну, как бы есть какие-то рамки определённые, да, от всех до сих должно быть. Так вот у спортсменов всегда это должно быть на верхней границе, да, это не должно быть чуть-чуть чего-нибудь, нам маленечко хватает, будет уставать спортсмен, он не будет воспринимать информацию, как надо её воспринимать, он не сможет повторить движение, ну, новое, да, имеется в виду, нам всё равно надо всегда какую-то новую информацию воспринимать и делать её, пробовать её делать. И если у спортсмена нету дефицитов, он будет лучше мыслить, он будет лучше понимать тренера, он быстрее внедрит какую-то новую идею, там, новое движение, мы не говорим о броске, но даже выбор захвата, да, то есть мы там понимаем, я беру, допустим, отворот, и мне так удобно, но какой-то спортсмен меня блокирует руку, что я должна сделать? Я сначала должна встретить эту руку, опустить, потом взять отворот. Даже это элементарное действие надо отрабатывать, но когда у меня в голове всё ясно, когда у меня есть силы, когда у меня нормально восстанавливаются мышечные, нервно-мышечные связи, я это повторю 50 раз и буду делать уже в борьбе. А спортсмен в дефицитном состоянии, он это миллион раз повторит и всё равно не запомнит. У него будет, как бы, мозг занят другими вопросами, что у него болит здесь, я устал, у меня утомлённость, мне надоело психологическое, такая, как бы, яма от тренировок и так далее. Конечно, конечно. И вот сейчас ещё тоже, знаете, много говорят о микробиоме кишечника. Он влияет у нас на настроение на наше, вы представляете? То есть если нам грустно, печально, это говорит о том, что у нас и в микробиоме кишечника не всё в порядке, что у нас микрофлора, здоровой нашей микрофлоры у нас мало, нам эта микрофлора даёт хорошее настроение, она нам тоже даёт энергию, так как только через них усваиваются вот эти витамины группы В, те же самые, да, только через кишечную микрофлору. Кишечная микрофлора делает, называется, бутераты, это такие жиры, которые усваиваются, да. Многие думают, что жир у нас только, вот он под кожей жир, где-то там копится на животе, там на бёдрах, но на самом деле, я всё время задаю вопрос, какой у нас самый жирный орган? Вот как вы думаете, какой у нас самый жирный орган? Кому, вот кому необходимы жир больше всего? Не могу сейчас сказать, я даже затрудняюсь ответить. На самом деле это мозг, это просто мозг. Вот, кстати, хотел сказать, что я подумал об этом, да, что мозг, потому что всё-таки, наверное, в жир, ну, говорят так, что жир, в жире есть энергия, а мозг много работает, наверное, там нужно, чтобы энергетические процессы шли. И он сам состоит из жира, то есть он сам, он состоит из жира, это реально жир. Реактор, целый реактор такой, да. Да, это вот такие клетки, они состоят из жира. Опять же, нам надо понимать, а какой жир нам нужен? Если мы едим жареную картошку, то это не тот жир, который нам нужен. Если мы едим, ну, вот эту картошку фри из фастфуда, да, или если мы едим какие-то гамбургеры с поджаренной котлетой, это не тот жир, который нам нужен. Ну, жир, можно расценивать жир как топливо, наверное, да, и не каждый автомобиль, автомобиль на бензиновом двигателе не поедет никогда на дизельном. Поэтому, как бы, топливо нужно использовать то, которое необходимо. Конечно, конечно. У нас углеводы быстрее идут, быстрее дают нам энергию. Для того, чтобы жиры пошли в энергию, это еще надо постараться и поработать над организмом, чтобы жиры шли в энергию. Но у нас, во-первых, это питание мозга, это у нас миелиновая оболочка нервов. Это вот если, например, провода, все видели, да, если оголенный провод, вот он искрит, то провод в оболочке мы спокойненько берем, мы можем там розетку воткнуть, мы получаем электричество, но у нас нет вот этих искр. В нервной системе то же самое. Если у нас миелиновая оболочка вокруг каждого, да, вокруг каждых нервных молокон, вот эта миелиновая оболочка, и если она у нас тонкая, то у нас начинаются, нервные импульсы идут не туда. Что это значит? Мы хотим сделать одно, а получается другое, да? Или перегрев нерва. Да, мы там хотим что-то понять, воспринять, мы вообще слушаем, ничего понять не можем, да? В голове туман, мы такие думаем, господи, что это вообще, что это вообще значит? Вот. И это все как раз говорит о дефиците жира. И если наши нервы искрят, то мы будем психовать, мы будем нервничать, мы будем уставать очень быстро, и будем думать, господи, когда же тренировка закончится, а не о том, как сделать то или другое движение, да? Вот. И, соответственно, это еще и наши гормоны. Вот. Это особенно важно. Мужчинам тоже важно, но девушкам это важно особенно, да? Особенно в период полового созревания. Вот. А у нас в период полового созревания девочка начинает расти, и тренер начинает ее заставлять гонять вес, потому что она в этом весе показала хороший результат, да? И просто и девочка должна расти, а она по 3-4 года сидит в одной и той же весовой категории, а потом уже такая, да нафиг уже этот жидо, все, не хочу. То есть мы таким образом, ну, губим спортсменов, не даем им развиваться, девочка должна развиться. Я не говорю о том, что она должна какое-то быть, набрать жир и стать какой-то жирной, да? Даже не об этом речь, но если мы будем правильно выстраивать питание, если мы будем понимать, а какие жиры нужны, а когда их употреблять, то вот это половое развитие, оно пойдет, так, как задумана природа конкретно для этого человека. Девочка вырастет такой, какой она должна быть, ну, ребят тоже касается, все равно у ребят тоже происходит половое созревание, но у них проще, потому что у них наоборот, да, получается, становится много тестостерона, им легко набрать мышечную массу становится, да? У девочек, к сожалению, набирается вот этот вот избыточный жир, если мы не будем контролировать, но опять же, если мы не будем контролировать употребление сладостей, сладостей вот этих рафинированных и употребление мучных всяких изделий, вот, скорее всего, будут нарушения, вот, опять же, не у всех, я ела конфеты и печенье, да, я была там в какой-то момент, у меня тоже было довольно много лишнего веса, я гоняла, то есть, я гоняла хороший период, у меня было 4 лишнего, то есть, я 4, я вообще нормально это считала, это нормально, мне никто не говорил, ни один из тренеров, у меня было несколько, да, то есть, я в разных городах тренировалась, в разные периоды своей жизни, и мне никто не говорил, а тренер просто сам не знал, потому что тренер, мужчина, он вообще не понимает, чего у него девочки-то жиреют, да, вот, я гоняла 4, и когда у меня было 4 сверху, я вообще, ну, это вообще хороший вес, вообще нормально, Но был период, когда я и шесть гоняла, да, и была одна сгонка, когда я девять гоняла, и мне никто, ни один человек вообще ничего не сказал и не подсказал, и, конечно, ну, уже в тот период приходилось что-то думать, разбираться, но что придумала, то и придумала, потому что девять килограмм я гоняла в шестнадцать лет, вот, хорошо повезло, что генетика хорошая, да, повезло, что не произошло никаких поломок, повезло, что организм остановился, вот, Но какой-то период был довольно сложно, вот, и если мы сейчас начнем, ну, так скажем, говорить спортсменам, опять же, тренеры в первую очередь это должны знать и понимать, да, и доносить своим спортсменам, родители должны это знать и понимать, и сами спортсмены должны это знать и понимать, потому что если мы насильно будем что-то запрещать или разрешать без объяснения, без понимания, человек все равно будет, ну, как у нас дети, Хочу кока-колы, хочу печенье, конфет, то есть сладкого очень хочется, почему? Да потому что расход энергии очень большой, и, в принципе, нет такого, что вообще все запретить, мы можем есть сладости определенные, мы можем их есть в определенном количестве, и тогда у нас все будет хорошо, и тогда у нас будет и хорошая мышечная масса, и маленькая жировая масса, как это должно быть у спортсменов, да, И при этом у нас сохранится энергия, и мы сможем, ну, тренироваться, выполнять хорошие физические нагрузки и быстро восстанавливаться, и не заниматься перед соревнованиями по две недели с гонкой веса, а мы спокойны, а то у нас так и происходит, да, соревнования сейчас часто, вот сейчас, например, я знаю, что есть, и идут округа, перед округами были первенства регионов, да, потом, и скоро у нас Россия, и чего у нас тут получается с гонкой за гонкой, а тренироваться-то мы когда будем, да, а когда мы будем думать о технике, о тактике, еще о чем-то, если у нас голова забита с гонкой, то что это тоже вот такой вот вопрос, знаете, ну, то есть его как-то нужно вот регулировать, и в первую очередь, конечно, это я так думаю, что это должно идти через понимание, почему я думаю так, потому что до меня все доходит через голову, как только я узнала в институте, насколько сахар вреден, и как он разрушает наши сосуды, и с возрастом это ухудшается, да, если у детей, которые растут, которые тренируются, у них все-таки еще этот сахар уходит туда, куда надо, да, то у взрослого человека уже этого не происходит, у меня все, как рукой с него, вообще сахара больше не хочется, мне стоило посмотреть одну лекцию, я очень быстро нашла ему замены, и все, как бы быстро встала на свои места, вот, и тоже, что вот касается тоже сахара, ко мне тут тоже, ну, обращаются родители некоторых детей, особенно девочек-подростков, и вот тоже мама говорит одна, у меня вот, она прям очень сильно устает, еще в больших городах же все это еще сложнее, да, то есть ребенок с утра уходит, возвращается вечером, и замертво просто, просто спать падает, она говорит, она у меня приходит, прямо все, ноги подкашиваются сил, нет, прям падает спать, я ее даже ужином накормить не могу, все, у человека нет сил. Ну, это не только касается, наверное, тех, кто занимается, там, физкультурой и спортом, это вообще нагрузка в школах сейчас у детей достаточно большая, особенно в старших классах, у них даже не хватает сил, как-то, ну, на свое личное время, там, да, те же прогулки какие-то, они приходят со школы, ну, я просто, там, у меня вот тоже дочка, да, я вижу, что периодически она вот приходит просто, заканчивает школу, уставшая до такой степени, ну, вроде бы ничего, как бы никаких физических-то нагрузок не было, но уставшая до такой степени, что даже не может ни руку, ни ногу падать. Ну, да, это, конечно, тоже эмоциональная вот эта вот нагрузка психологическая, все-таки им там в школе с них спрашивают, приходится постоянно что-то готовиться, отвечать, да, что-то учить, вот, а спортсменам, соответственно, сложно вдвойне, да, даже если они учатся в училище Олимпийского резерва, там все равно с них спрашивают, вот, и учебу, и тренировки, да, и вот она приходит без сил, и мне мама говорит, что делать-то, вот, типа, нам сказал тренер Петя изотоник, ну, и мама такая, я не хочу, он химический, я пока вот свои, значит, не хочу ребенку давать, а девочке 15 лет, вот, и я говорю, слушайте, ну, вот есть вообще хорошая идея, сделайте вот эту смесь амосова, когда мы мешаем орехи, грецкие там, например, да, ну, в принципе, можно любые, кроме, лучше не брать арахис, потому что это не орех, лучше брать какие-то, вот, ну, грецкие, самый идеальный вариант, грецкие, миндаль можно, вот, курагу взять, чернослив туда можно добавить, можно и изюм добавить, лимончика выжили, я теперь, так как я училась и очень умная, я знаю, что туда можно добавить и специи, то есть туда можно и корицу посыпать, кардамончика посыпать или чуть-чуть имбиря посыпать сухого, то есть чего-нибудь, специи всегда улучшают у нас пищеварение, всасывание, то есть это тоже очень классные вещи, которые повышают нутритивную плотность любого блюда, что такое нутритивная плотность, количество витаминов и минералов, ну, там, на 100 грамм продукта, да, вот, если мы возьмем, например, гамбургер, то там будет очень мало этих витаминов и минералов, их практически не будет, калорийность большая, толку мало, да, все отложилось как раз вот в животе и в бедрах, да, все отложилось в жир, а если мы съедим нутритивно плотный продукт, пусть он будет калорийный, он нас насытит и он, самое главное, он даст питание нашим клеткам, да, мы зачем едим, чтобы наши клетки что-то получили, не чтобы желудок забить, вот, и я вот маме говорю, сделайте вот такую вот смесь Амосова, ну и мед туда, да, мы все прекрасно это знаем, ну, спортсмены, особенно спортсмены, которые вот, получается, еще с советского времени, мы все так спасались, и я говорю, ложку, вот такую ложку столовую, она в силах будет съесть, да, пусть это будет мед, и пусть она потом заснет, но ее, хотя это натуральное средство, и оно восстановит, да, мама так обрадовалась, говорит, о, классно я так сделаю, и буду не только дочку кормить, но и себя, потому что тоже у мамы не хватает энергии, да, на, вот, на нашу жизнь она, потому что у нас стало слишком быстро, слишком много событий, и нам тяжело всем на самом деле, вот, то есть, и вот один из видов сладости, вот, можно такое, да, порекомендовать, вместо каких-то там, не знаю, но вот этих покупных, от чего надо в первую очередь попытаться отказаться, а от всех вот этих бумажках, красивых в обертках, шуршащих, шоколадок. Да, я, Любовь, я думаю, что мы с вами, так как уже договорились, что делаем, ну, некий цикл, да, передач, бесед, мы к этим вопросам ко всем вернемся. Разберем их детально, нам надо, наверное, тоже попросить, когда у нас посмотрят вот этот эфир, зрители, да, пусть они пишут вопросом, обязательно все вопросы разберем, ответим, да, разобьем их на какие-то блоки и ответим более детально. Да, по крайней мере, мы, наверное, для этого и делаем нашу, наш цикл бесед, для того, чтобы людям, родителям, тренерам, может, спортсменам, которые заинтересуются этим вопросом, и по большей степени перестанут, знаете, как говорят, есть такой метод тренировки, бери больше, бросай дальше, перестанут использовать этот метод тренировки, а все-таки большие начнут использовать метод тренировки через знания, когда они понимают, что не всегда взяв больше и кинув дальше, ты на самом деле получишь результат. Надо зачастую даже, может быть, делать медленнее и легче, но с пониманием, и тогда ты достигнешь результата, наверное, как коэффициент полезного действия, результата будет приближаться максимально к 100. И поэтому я думаю, что мы, конечно же, предлагаем всем, кто посмотрит нашу первую беседу, подключиться с вопросами, как вот мы с вами, Любовь, говорили, что у нас будут темы, мы обсудим и по детям, питание, рацион питания детский, это так называемая, может быть, возраст, начальная школа, где-то до 11-12 лет, подростки, которые уже возраст и полового созревания, о чем вы говорили сегодня, да, и уже окончание школы, и уже взрослые, которые, люди, которые уже выходят в спорт высших достижений, которые хотят зачастую получить хороший результат спортивный, но что-то у них не идет, а они думают, что, наверное, мало тренируемся, начинают больше тренироваться, а на самом деле, может быть, даже вопрос-то не в том, что ты мало тренируешься, а в том, что ты, ну, как бы, берешь больше, бросаешь дальше, но это не спознает. Да, возможно, вопрос в том, что у тебя вот чего-то не получается, потому что ты повторил миллион раз, и все равно не получается, да, так это, может, у тебя нервная система чего-то недополучает, да, может, ты плохо восстанавливаешься, и ты там, ты уже мертвый, а все равно пытаешься что-то делать и загоняешь себя в еще большую яму, да, то есть у нас, конечно, всегда мы должны, конечно, если мы грамотно, умно выстраиваем тренировочный процесс, если мы умно и грамотно выстраиваем питание, мы получим результат с наименьшей затратой сил и здоровья. Как бы мы ни говорили, спорт высших достижений – это все равно расход здоровья, да, то есть это не поддержка здоровья, а здоровье поддерживать вот как раз тренировки для себя, как мы их называем, да, вот мы ходим, тренируемся, потому что нам нравится, там как-то мы двигаемся чуть-чуть, боремся, нам нравится вот обстановка, нам нравится тренер, мы пришли, пообщались, все хорошо. Вот это для здоровья. Да, мы заканчиваем нашу первую беседу, потому что у нас ограничено времени и в зуме, и я хочу поблагодарить вас за первую беседу, ознакомительную, в принципе, вы хорошо рассказали о том, чем вы занимались раньше, чем вы занимаетесь сейчас, мы как бы рассказали о наших перспективах цикла бесед, и я благодарю вас, мы, конечно же, анонсируем следующую нашу беседу в наших социальных сетях, ну и хочу, так сказать, всем пожелать здоровья. Присоединяюсь к вашим пожеланиям, друзья, пишите... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...